Радио передача предназначена для служителей старше 12 лет. Радио увеличивается, ну если не до полков, то по крайней мере прибывает в этом полку. И достаточно сказать, что только в мае этого года число разводов выросло на 20% за один месяц, а из тысячи пар разводится 829. Об этом сегодня наша передача, а в гостях у меня доктор философских наук Елена Струк и доктор философских наук Андрей Атанов. Здравствуйте, Елена Николаевна, приветствую вас, Андрей Алексеевич. Здравствуйте, Елена Григорьевич. Елена Николаевна, с днём рождения. Спасибо. Это сегодня праздник нашей передачи. Спасибо. Вот хочу вас спросить, как по-вашему семейная лодка сегодня чаще стала разбиваться о рифу брачных отношений? Это действительно так или я ошибаюсь? Вообще, где кроются главные причины многочисленных разводов, если можно как-то их сформулировать? Хотя я считаю, что каждый развод это очень дело индивидуальное. Ну, принято было раньше говорить, не сошлись характерами. И вот так не сходится у нас с характерами миллион. Пожалуйста. Ну, на самом деле это верно, не сошлись характерами. То есть, помните, раньше были свахи, институт свах. Они как раз... Сваха Бабия Бабариха, я помню. Да, 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 да. Стаски. Нет, а сватья. 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 Да, она не сваха была. Это пробел в образовании. И, в общем-то, они подбирали как раз людей со схожими из, во-первых, одних социальных групп. Чтобы у них были схожие взгляды на жизнь, они были воспитаны в схожих нормах. И, соответственно, подбирались они еще по типу характера. Потому что бывает действительно так, когда один очень энергичный, другой наоборот. Они могут не сходиться в каких-то вопросах, в частности сексуальных. То есть это как раз на самом деле, на самом деле, как бы формулировка-то такая, казалось бы, общая и незначимая. Но это так и есть. Ну и, а если с точки зрения социологии мы берем, что обобщающие причины, то, во-первых, это то, о чем мы уже говорили не раз, это самостоятельность женщин, когда она может обеспечивать себя и небольшое количество детей. Обычно 1-2. И она не желает, как было когда-то, подстраиваться под характер мужчины. Потому что раньше она вынуждена была выходить замуж, лепиться, как в Библии написано, к мужу своему. Сейчас она не лепится. И поэтому женщина, как только ей не комфортно в семье, она разрывает эти отношения очень часто. Сейчас много мужиков к женщине лепятся. Да, есть и такое. И, ну, если женщина хочет такого мужчину. И, плюс ко всему, очень много женщин, они сегодня, даже проводились исследования различные, они ведут себя по мужскому типу. То есть, фактически, женщина биологически она женщина, но она психологически мужчина. То есть, сегодня слабо пол этого мужики в семье, если о семье. То есть, и вот здесь тоже серьезные такие противоречия. Никто никому не хочет уступать. Ну, и плюс ко всему, это вот то, о чем мы всегда говорили, это нежелание работать над созданием семьи в браке. Потому что, как правило, это один-два ребенка в семье, они достаточно любимы, они воспитаны в любви. И они очень часто требуют к себе отношения, что мир крутится вокруг него. Да, можно и без Ваньки обойтись, без мужа, я имею в виду. Можно. Ну, это и девочки так, и мальчики ведут себя так. И, соответственно, они как бы используют друг друга. То есть, они такие партнеры в семье. Они друг друга... Потребители, получается. Да, они потребители, они хотят потреблять друг друга, но кто-то... И каждый из них хочет потреблять больше. И в этом видит свое счастье в семье. И такие люди, если они готовы только потреблять, но не отдавать, конечно, они очень быстро семью разваливают. Причем оба могут развалить сразу. А вот я сейчас хочу предложить вам, Андрей Алексеевич, взглянуть на одиночество, как на фактор, в определенном смысле дарующий человеку свободу. Ну, например, выписался из-под крыши брачного союза, и руки у вас развязаны. Рули в любую сторону. Через месяц-два понимать начинаешь, что такая свобода – это полная иллюзия. А поезд уже ушел. Это я к тому говорю, хочу узнать, где находится гавань якобы привлекательного одиночества. И существует ли она в принципе? Ну, во-первых, человек рождается один, умирает один. И по большому счету, если у него понимания вот этой темы одиночества существования нет, он другому человеку предложить мало что может. То есть суть в этом заключается. То есть если я в психологическом, философском плане не понимаю, что такое тема одиночества, кто я такой на самом деле, вот этой темы пустоты внутренней какой-то не создана, то я другого человека не пронаблюдаю. Я не пойму, какие его действительные потребности. То есть затык заключается в этом. Мы с моим другом одну тему из этого контекста обсуждали. Говорили про Фрейда и про Юнга. И вот этот мой друг, он очень громадный человек, именно занимающийся профессиональной психологией. И там получается такая вещь. Самоанализ у Юнга и у Фрейда не состоялся. Они упорно не видели свою собственную мать. Если мы говорим про практику вот даже российской психологических вот этих служб, наши жители как-то легче воспринимают мать и легче могут провести по поводу ее вот эти правдивые рассказы, что является одним из главных источников терапии самого человека. Поэтому если говорить про тему затык в другом, мы понимаем, кто такая наша мама, но мы мало понимаем про других людей, мы мало понимаем про самих себя. Вот здесь затык получается. И если переходим уже к семейным отношениям, ну, наверное, к ним нужно быть очень четко подготовленным. Если у тебя нет соответствующих вот этих программ семейной жизни, то ты дилетант. Для того, чтобы признать себя дилетантом в этой области, это от человека требуются гигантские усилия по большому счету. И, наверное, для детей, что характерно, вовремя вот эту влюбленность пережить в предельно раннем возрасте, а не откладывать ее на потом, тогда там и под мудрым присмотром родителей. Сейчас, по-моему, в очень раннем возрасте переживают. Тут ключевое слово, второй компонент. Мудрый присмотр родителей. То есть родители должны четко пронаблюдать своего ребенка и его избранника. Если там какие-то недостатки есть, неподходящие у ребенка и у избранника, то проще не запрещать это, а подкорректировать эти отношения. То есть мудрость в этом заключается. Понял. Ну, для того, чтобы ребенок вот эту тему одиночества осознал, какое он есть на самом деле, получается, в семье должны быть созданы соответствующие условия. Если этих условий нет, то это приводит самого человека к такому разрушению, по сути дела. Где-то есть, где-то нет. Да. То есть вот эта определенность внутренняя правила возникает. Тогда эти правила можно обсуждать с другим человеком. И тогда появляется семья. Вот еще одна характерная примета одиночества. Ну, скажем так, некому в жилетку поплакаться. Все пилюли жизненных неурядиц приходится глотать одному. Как это отражается на психике? Ну, вот мы о каком одиночестве? Мы воспринимаем одиночество, как вот Андрей Алексеевич говорит, внутреннюю пустоту. То есть, которую... Но эту внутреннюю пустоту человек может заполнить сам. То есть, он может быть сам с собой не одинок. Елена Николаевна, фишка вот как раз, если слишком заполнена, то обычно заполнена всякой фигней. Ну, у кого фигня, у кого нет. Нет. А вот когда я все-таки выстраиваю, обустраиваю вот это пространство, там совершенно другая вещь. Тогда у меня не чубан, а хорошо организованное пространство. Да. Но если мы говорим с вами об одиночестве, как об отсутствии другого ряда, то мы о чем говорим-то? О каком одиночестве? Мы говорим о ситуации, в которой каждый находится в момент своего рождения. Он один. Да. Он, конечно, может, но мысли еще не работают. Не по поводу мамы, не по поводу папы. То есть, я оказался один. Если я вот эту экзистенциальную, по сути дела, ситуацию не осознал, то я смысл своей жизни, ну, наверное, для меня вот этой вмещающей пустоты как раз и не будет. Да, но видите, мы же еще ведем речь о как раз одиночестве, именно как об отсутствии другого и невозможности выстраивать с ним отношения. То есть... Тогда, Елена Николаевна... Как наполненности именно вот этих два человека, они наполняют, создают единое целое. И как бы, как два сообщающихся сосуда, они переливают друг из друга. Ну, тогда и получается, это вампиризм, по сути дела. То есть, один подпитывается за счет другого. Я не предлагаю, вот смотрите, чтобы предложить другому что-то, надо вот это, ну, что-то предлагать. А если я пользуюсь другим, то у чистого вампиризма никакого одиночества нет. Там я вот думаю, лежу в этом гробу, думаю, кровицы бы мне свежие испить. И вот появляется вот этот чел. И я вот эту кровицу из него начинаю выпивать. То есть, по сути дела, вот это токсичные реальные отношения. Да, вот о чем, собственно, мы и говорим, что, наверное, лучше вообще никаких отношений не имеет, чем такие. Чем такие. Да. Абсолютно точно. Ты жертва. Тема зависимости. У нас, вот базовое понятие, очень легко путается. У нас в России зависимость почему-то любовью называется. То есть, если я, вешаясь от тоски, кричу, пою песни под балконом, прячу крашеные ромашки, это история из моей хорошей знакомой и ее сестры. Не буду сливать этого человека, но эта тема была. Почему именно крашеные? Ну, он принес крашеные ромашки. А, вон как. Вот этот добрый молодец, причем не ей, а ее сестре. Она ей вовремя сестре пропистун стояла, по-русски говоря, сказала, что ты делаешь-то? Нельзя до такого состояния людей доводить. Но обратите внимание, парень уже лесно рожен. Поэтому, если мы вот это любовью назовем, наверное, там психика не в адеквате. Но часто бывает, что влюбленность, она вот характеризуется такими, но влюбленности ВОЗ даже признает, что это заболезнь. Абсолютно. И заканчивается, самое забавное, через полгода. Либо влюбленность переходит в любовь, либо отношения рвутся, либо возникает тема зависимости, что очень тяжело для самого человека. А вот сегодняшняя ситуация, в стране предрасполагает к увеличению количества одиноких людей или наоборот? Вот ваше мнение. Ну, то есть, мы одинокими просто считаем людей без пары. Ну, да. Мы вот говорим об этом сейчас. Ну, с учетом того, что из тысячи человек 829 говорят последнее, прости, прощай. Вот мы имеем в виду вот этот вариант. Ну, на сегодняшний день по статистике 53% женщин они не имеют пары. Это много. Ну, достаточно много, но на самом деле у меня есть... Ну, они, по-моему, не страдают. И масса знакомых, которые... Ну, они нет. Они не страдают. Они заполняют это очень активно и жизнью. То есть, они, понимаете, очень часто люди, точнее, сегодня в обществе потребления, люди, они мало того, что этих токсичных отношений боятся. Они даже не то, что не хотят, они их боятся. Это раз... Абсолютно точно. Да. Веришь собственному страху или не веришь собственному страху. Абсолютно железное, замечательное наблюдение. И это, во-первых. И, во-вторых, очень часто люди в обществе потребления не хотят для себя все. Потому что любые отношения, какие бы они ни были, это ответственность. Появляется понятие долг. То есть, ты не делаешь то, что ты хочешь. Ты живешь не для себя. Ты должен уже... Вот хочешь ты или не хочешь, ты все равно в этих отношениях будешь отдавать. А люди воспитаны так, что... Получать, опять. Вот смотрите. Ну, любую передачу возьмите женскую. Тебя никто не полюбит, если ты не полюбишь себя. Это... Как интерпретировать данное выражение? То есть, может быть, Андрей Алексеевич, он может его интерпретировать с философской и психологической точки зрения именно верно. Понимаете? Что нужно принять себя, нужно знать себя и так далее. Чувствовать нужно. Да. А люди-то, которые говорят это с экрана, они же говорят это исключительно в утилитарном таком смысле. Полюби себя, то есть, делай все для себя. И корону на себя, нахлобучь, тогда тебя точно... Никто замуж не возьмёт. И тогда тебя все полюбят. Почему так? А это стопроцентный рецепт, чтобы тебя не взяли замуж. Совершенно верно. Это из категории сам себя не похвалишь, как оплёванный стоишь. Вот примерно то же самое. Дело-то вот, вот понять бы, почему в последнее время, как вы говорите, страх токсичных отношений значительно возрос. Вот у меня есть такое наблюдение, что люди больше стали пугаться, они меньше стали уверены в том, что вот если они начнут жить друг с другом, вот даже сам факт, брачные договоры, раньше вот вашему поколению, я уже не говорю о моём, в голову бы не пришло заключить мрачный договор. Ты, значит, с самого начала ты уже не веришь, что всё будет нормально. Вот. А сейчас люди вступают, и когда вот спрашиваешь, ну как, ты навсегда, да какой навсегда, о чём ты говоришь? Вот откуда это сейчас? Игорь Григорьевич, ну здесь, наверное, важный момент, вот даже в правовом поле это всё брать, то вот этот правовой аспект, его никуда не денешь. То есть, если я на чувствах что-то строю, ну, по крайней мере, тогда я профессионалом в этом должен быть, я в чувствах разбираюсь. Тогда мне брачный договор не нужен, но мне моей квалификации хватает. Если я понимаю, что я действую в правовом поле всё-таки, и чувства там как-то… – Правовой аспект плохо монтируется с чувствами. – Он хорошо монтируется с семейным кодексом, Игорь Григорьевич. – Это… – Семейный кодекс и чувства, извините, это как от земли до неба. – Нет. Обратите внимание, суть в чём. Если я вот на первом этапе, американцы более здравомыслящие в этом плане и европейцы. По очень простой причине. Я чётко понимаю, что я в чувствах не очень одарён. – Семейно… – Всё впереди. – Люди понимают, что если ты родился таким крайне, ну, к этому можно готовиться. У тебя может произойти вот эта метаморфоза. Я во всё это верю. Ну, это такое вдохновение, что ли. Вдохновение, связанное с творчеством. Если я это понимаю, что в настоящий момент я всё-таки буду жить с человеком, исходя из совершенно других критериев, я и не дорос до этого вдохновения, мне проще всё-таки завести вот этот семейный контракт. – А я-то вот как раз считаю, что у вас-то с чувствами всё в порядке. Потому что человек, который говорит, что к чувствам нужно готовиться, у него в полном порядке всё с чувствами. Значит, он это понимает. Таких людей немного. – Ну, конечно, спасибо, Игорь Григорьевич. Но суть-то в другом всё-таки идёт. Если мы сталкиваемся с социумом, то социуму легче всё-таки предложить брачный договор. Это моё субъективное мнение. В России как-то, ну, слишком много страстей. Не любви, а страстей именно. И вот эти страсти при помощи кодексов, при помощи правил, они очень хорошо вводятся в определённые рамки. Люди на это не соглашаются. Обратите внимание, о чём сказала Елена Николаевна. В семье должно быть оформлено чувство долга. Право вообще на долгие построено. Тогда мы в данном случае имеем дело с людьми. По вашей статистике, которую вы привели, в 80% случаев, даже чуть больше, они вот с этим чувством долго не справляются. Тогда для них проще ввести вот этот кодекс, что и делает наше государство, при этом чётко понимая, что большинство людей в это не потянут. И сами законодатели, судя по всему, понимают, что я пропишу замечательные законы, я пропишу замечательное положение по поводу всего этого, но оно не работает. Да, но мне так кажется, что прежде всего люди не справляются с чувством ответственности. Потому что мне кажется, семья это всё-таки ответственность. Игорь Григорьевич, это ответственность, это осознанный долг. Тогда вот здесь проще на самом деле. Мы однажды эту тему поднимали, я вот точно знаю, что не все люди любят других людей. Не все люди любят даже своих собственных детей. На чувстве долга можно своему ребёнку, даже если ты его не любишь, предложить очень многое. Ты выполняешь, ну, такие нормальные, жёсткие отцовские, материнские обязательства. Понятно. Ты отвечаешь за него. Ребёнок не брошен. У ребёнка есть вот это средоточие, и он проживёт свою счастливую детскую жизнь рядом с крепким папой и с крепкой мамой. А кого сегодня больше? Одиноких женщин или одиноких мужчин? А? Женщин. Женщин. Почему? Ну, видите, вообще, если мы возьмём с вами статистику, то по статистике мальчиков рождается больше, и в возрастах, когда ступать замуж или жениться, в принципе, их примерно одинаковое количество, даже иногда мужчин чуть больше. То есть после 40 лет начинает резко превалировать уже женское население. То есть мужчин становится меньше. Мужчины меньше живут? Меньше живут, да. Вот даже в классе у моего сына 4 девочки и 21 мальчик. Это трагедия, я считаю, для мальчиков. То есть и так же и в других классах. Ну, то есть много мальчиков, мало девочек. И традиционно, кстати, в Сибири это так и было, потому что переселенческая политика, она была ровно такой. Ехали мужчины, и потом только либо женщины ехали, либо не ехали, либо женились на тех, кто здесь. То есть здесь всегда не хватало. Я уже не говорю про Китай, где недостаток, там более 300 миллионов мужчин маются без женщин. То же самое в Индии. Это зависит от демографии, потому что в Индии есть, до сих пор принято избавляться от девочек, потому что они не являются наследницами и уходят из семьи, они обузы, особенно для бедных семей. Поэтому, в общем, там превалирует мужское население. То есть мужчин, если вот так возьмем, в возрастах именно тех, когда в брачных возрастах, их либо много, либо одинаково с девочками. И поэтому здесь проблем особой нет. Там выходить замуж или жениться. Ну, если мы, конечно, не смотрим, что мужчины подвержены больше различного типа, там, каким-то деструктивным формам поведения, типа алкоголизм, наркомания и так далее. Ну, а вот что касается, кстати, почему токсичные отношения люди не приемлют и не хотят, и вообще они откуда их берут и боятся их. Мне кажется, это такая обратная сторона именно популяризации психологии. Причем популяризации такой, знаете, психологии не науки, а скорее... Как бытовой. Да, вот таких вот... Как книжку про чухи, типа психолога. Да, 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 да. Вот такой вот психологии, где об этих токсичных отношениях писать очень просто. Где-то прочитала, что в какой-то из книг, там пишут, моя мама, она всегда ругает папу, когда приходят ее подружки, чтобы... А то там вот тетя Маша, она одна уже полгода ищет себе мужика, зачем же я буду своего расхваливать, мало ли что. То есть... Интересная логика. Да, то есть, понимаете, смысл в том, что... Слово... Ведь два пола, они разные. Они не всегда понимают друг друга, почему один поступает так или иначе. Потому что именно они разные. И ругать другой пол, раз ты не понимаешь, проще же всегда ругать там, или еще что-нибудь, нежели потрудиться понять. И поэтому все эти книжки, они, в общем, так и описывают. Ну, зачем он тебе, вот он такой секой, он никогда не исправится, он никогда свои носки не будет собирать. Поэтому ты даже не думай, ты лучше уйди, найди того, кто вот прям... Возьми лучше военного. Там они приучены носки уже складывать. Ну, и так далее, и так далее. То есть, понимаете, это вот такой обратный момент. И плюс ко всему, возможно, это еще вот то, что мы говорим, если гомосексуализм, еще что-то мягкое ограничение рождаемости, то ведь во многих странах существуют такие форсайт-проекты, как раз развала семьи, именно семьи, той, которую мы называем нуклеарной маленькой семьи, то есть муж и жена и дети. То есть в начале появляется, в начале 19 века, понятие детства, когда ребенок, он отделен от родителей, он не такой, как родитель, у него собственный мир, он рождается не так... Он там и перевернуто все видит еще, ну, в общем, неважно. Он рождается со своим миром, отдельным миром. Он не часть мира родителей. Он сам по себе. То есть вот это детство, кстати, заметьте, даже у нас, уже вот всяко-разно там, то пособие выдавать семье, то отдельно детям, на детей. То есть пособие не просто семье найти, тратьте деньги куда угодно, а на детей. То есть целевым назначением. Тратьте только так. Ну и плюс ко всему, вот этот вот клин вбивается между мужчинами и женщинами. А лучше вы не создавайте семью. А не создав семью, ну, кто-то решится родить ребенка, а кто-то нет. Ну, много не решится. Да, то есть это вот такие мягкие технологии ограничения рождаемости. Ну, может быть, они хороши в Африке, но не работают. То есть Африка самая густонаселенная, и молодежи там сейчас больше, чем во всем остальном мире. Но на европейцах работает отлично. А вот скажите, пожалуйста, вот долгие годы, я вот, насколько помню, трудно было подчеркнуть какую-то, или найти, может, я мимо пролетел, вот такую умную литературу, где бы можно было что-то прочесть не банальное, не тривиальное, о том, как создать хорошую семью. Вот я не знаю, как сейчас. Я давно этим уже перестал интересоваться в силу определенных причин. Но вот мне очень интересно. Вот сегодня есть какие-то новые постановки в отношении семьи? Ну, мы же как-то идем вперед. Я понимаю, что медленнее всего меняется человек. Но на этом участке, чуть не сказал фронта, что-то поменялось или нет? Ну, давайте про литературу тогда поговорим. Давайте. Ну, у меня ну, наверное, такая точка зрения не совсем хорошая. Я бы запретил вообще ее читать. Вот подобного рода литературу, если это не сопровождается мнением специалиста. Ты все равно не так это поймешь. А потом, каждый случай индивидуальный. Абсолютно. литература литература. Поэтому в данном случае всегда идет, ну вот, если про западные страны говорите, про современную Россию, психотерапия есть, психоанализ есть и многие другие вещи. Книги читать из этой области нельзя. Ты усиливаешь свою болезненную часть. То есть, вот этот жесткий запрет. Ты для начала разберись, ну, Александра Сергеевича Пушкина почитай. Культурный уровень свой подними. Причем, не обязательно слушать при этом учителя средней школы. То есть, культурные горизонты, они, ну, позволяют человеку, ну, по крайней мере, ассоциативное поле больше иметь. Если ты занимаешься физикой и химией, нормально, тоже большой молодец. Потом, на каком-то этапе ты начинаешь понимать, что, например, в Достоевском видели человека, который потерял отца, которого у Достоевского убили. Какие-то очень специфические отношения у Пушкина с женщинами, которые возникают. То есть, он типа ловелас, но когда ловелас начинает писать письма жене, я одну цитату помню, от которой меня учился в девятом классе, ну, буквально сердце разорвалось, когда Кений пишет «Женка моя». Вот это тема зависимости, отсутствие любви. То есть, человек, который великолепный, обладал великолепным сознанием, типа, провозглашал себя, что он очень хорошо разбирается в женщинах, в любви, он впал в тему вот этой зависимости. То есть, была измена Наталья Николаевна, не была измена... В этой системе она, эта измена очень органично смотрится. Ну вот, и я какие-то книжки тоже читал, допустим, про семью, но вы знаете, у меня такое ощущение, чем больше книжек про чё же семейство, тем больше ощущаешь свою беспомощность. Вот, много вещей ты в семье не можешь делать, которые бы хотел. А я вам чудесный пример с Винникотом приведу. Винникот был королева, когда усопшая Елизавета Вторая, пусть земля будет пухом. Когда она была молодой девочкой совершенно, она не знала, как справиться с палатой городов. Их понесло господ. Потом проблема с парламентом вообще появилась. Понятно. К ней она обращается за консультацией, ну, судя по всему, это был Винникот. Винникот говорит совершенно дивную вещь. Ваше Величество, вы имеете дело с мальчиками из хороших семей, которые в английских условиях привыкли к порке. Так задайте вы им эту порку. И здесь вот этот бонус, гигантский бонус Винникота по воспитанию детей. Великолепная, великая книга Бенджамина Спока про воспитание ребенка. То есть, если для того, чтобы в ней разобраться, маме, надо быть и педагогом, и врачом, слушать и педагогов, и врачей, и многое, она не в безвоздушном пространстве находится. Понятно. И тогда я тему вот этого долга завожу для себя и перевожу плавно в воспитание ребенка. Англичане этими вещами занимались еще в 50-е 40-е годы. Появилась такая великолепная фигура, которую звали Мелани Кляйн. И она сказала, ребята, вот на начальных стадиях формирования ребенка у него большинство проблемы оформляется. Мелани Кляйн тоже находилась под вот этим западным восприятием. Мать как фигура не существует. Понятно. То есть мы заходим вот в это чувство долга. То есть западные все технологии они через долг и делаются, о чем говорит Елена Николаевна. То есть мы можем семью и на таких основаниях построить. Почему нет? Но для этого ты должен быть интеллектуальным. Ну вот сейчас, насколько я наблюдаю, женщины вообще перестали бояться одиночества, научились сами очень серьезно зарабатывать. Вот Яна Днек прочел о том, как предприимчивые люди успешно превратили одиночество в доходный бизнес. Например, психолог Джессика О'Ниил из Австралии предлагает платные объятия для одиноких людей. Этот бизнес приносит ей 79 тысяч долларов в год. Один час объятий для изголодавшихся по нежности одиноких людей стоит 100 долларов. А 8-часовая совместная ночевка без интима обходится в 630 долларов. А с интимом? с интимом ненаписанным. С интимом дешевле. Да. Я хотел вас спросить, как полагаете, подобная идея, если ее перенести в наши пенаты, на нашу почву с разумной коррекцией цен, как говорит Елена Николаевна, сможет в определенной степени помочь решению проблемы. Наверное, в Австралию съездить, под заработку. Перенять опыт. Кстати говоря, вот этот опыт, знаете, многих различных сект и они именно это и предлагают. Они деньги не берут, может быть, впрямую. Они берут еще больше. Еще больше. денег другим. Но тебя же любят. Конечно. За любовь и за платье. То есть цена товара становится абсолютно Я, кстати, про книги, представляете, про семью не могу вспомнить. Я помню только Анну Каренину и мать Горького. И Горького мои университеты. Вот там, где семьи описаны. А все остальное это все любви. Это любви, которая там не про семью. Ну да. вся литература о любви. Обратите внимание, если про Горького говорить, человек с предельно мутной биографией. Очень. Искусственно замутненная биография, не пойми про кого пишущий. Ну, типа, учись, про него ты должен знать. А вот посмотрите, вот два вопроса еще осталось и шесть минут. многочисленные брачные агентства и сайты знакомств, но они манят, как рекламные проспекты с Мальдив, в общем-то. И люди, не жалея своих кровных, платят за пакеты иллюзорных услуг. И даже случается, как в песне, что встречаются два одиночества. Но в итоге одиноких все равно становится все больше. Вот я хочу понять, почему эффективно не срабатывают социальные механизмы, призванные снять эту проблему. А может они тут вообще ни при чем и все дело в нас самих? Ну знаете, есть такой замечательный человек Петр Листерман. Обратите внимание, он профессионально готовит возлюбленных для очень богатых людей. Гарантия у него 3-5 лет максимум. То есть это тема брачного договора на самом деле. То есть опять мы упираемся в договорные отношения. Абсолютно точно. Это договорные отношения. Договорные отношения, причем он учитывает в отличие от брачных агентств многие параметры и сексуальные, и психологические, и социологические. целый букет. Целый букет. Понимаю. Предельно подходящий человек. Ну и последний, Здесь мне кажется еще то, что люди они приходят, они некий идеал в себе требуют. Они составили этот идеал, дайте нам этот идеал. А идеал то он же любой человек не идеален. как ни странно. Да, поэтому. Ну и последний вопрос очень коротко. Вот если мы сейчас переведем хронику ваших семейных отношений на рельсы досемейных, то именно в тот период своей жизни добрачных вы бы смогли воспользоваться услугами брачных агентств или сайтов знакомств? Я специально задаю провокационный вопрос. Я считаю, что как-то надо себя очень неуверенно чувствовать во многих отношениях, чтобы пойти в брачное агентство. Но это мое субъективное мнение. Я могу быть глубоко неправ. Вот интересно мне послушать ваше мнение. Вы бы обратились за решением этой проблемы? Я не знаю, если честно. Вот если, допустим, я не была бы замужем, может быть, сейчас, хотя вряд ли. Насколько я вас давно знаю, мне кажется, вы были. Мы с мужем познакомились, нам было по 20 лет, то есть вряд ли в 20 лет я бы обратилась в брачное агентство. их тогда я не уверен, может. Ну, объявления были, по крайней мере, да. Но вряд ли уже в 20 лет я бы точно побежала, когда вся жизнь впереди в брачное агентство. А я про другое вспомнил, есть замечательный сериал на СТС, называется «Папины дочки». То есть папа типа семейный психолог, жена приходит, его бывшая психолог уезжает, она открывает брачное агентство. То есть где не справился психолог, там появляется основание для другой формы решения проблем. То есть человек все-таки должен четко осознавать, что ему нужно. Ну наверное если хорошо понимаешь, что ты лошара, ну вот это большой бонус твоей жизни. И в 20 лет когда Елена Николаевна это случилось, наверное это тоже гигантский бонус, потому что это было все вовремя. Предельно. Да, да, совершенно верно. Предельно вовремя. Важно вовремя все делать. Чтобы все вовремя случилось. Ну тут надо чтобы все сошлось. Ну да. первое, видимо, чтобы все-таки если мы говорим семья не мешала. Семья понимала и семья четко пронаблюдала и мальчика и девочку. Или мальчиков, я не знаю уже как сейчас это определять. последнее что я узнал что оказывается есть кроме вот этих 174 вариантов которые изучают в Великобритании гендерные отличия есть варианты когда есть люди которые мы да вот фильм причем это уже не очень фильм миллиарды есть и там финансовый аналитик такая то ли девушка то ли юноша не поймешь как у нее идентификация мы психолог от нее шугается мягко скажем то есть она говорит ей комплименты безусловно но вполне возможно может быть и такое мы но вопрос это все истерическое придуманное на что я обратил внимание Фрейд ключевой момент был он про себя думал вот что все папы изверги и все папы насилуют своих детей потом стал работать с фактами оказалось ну папы не изверги изнасилованных детей как-то не наблюдалось потом обратите внимание все повторилось с католическими священниками та же самая песня истерических реакций под это дело слили пап в конце 19 века под это дело слили католических священников потому что стали про них говорить они типа извращенцы а там на другом конце полпровода истерики какие семейные отношения понятно спасибо у нас время закончилось вот мы поговорили мне было очень интересно послушать ваше суждение про семью хотя вроде бы считал что до сих пор тоже немножко в этом разбираюсь но сейчас понял что вот есть такие понятия где до полного осознания что они собой представляют нам всем далеко далеко одно из них любовь второе семья наверное есть еще спасибо за это спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok